Аюшки, всем я к вас и я рад присутствовать вас на своем канале Тимберберн на экранах. К сожалению, я заигрался и забыл включить запись, поэтому некоторые моменты будут опущены. Но ничего страшного, ничего важного не произошло. Всем приятного просмотра. С одной пшенички у нас получается один пакет муки. Из одного пакета муки получаем 5 кусков хлеба, что не может не радовать. Решил сделать следующее. Решил я, значит, сделать вот что. Я хочу поставить здесь лесенку. Сейчас у нас тут, правда, доски перевариваются в эту фигню. Давай сюда пока поставим приоритет, чтобы больше досок носили. Вот. Хижины строителей, погрузочный пост. Нам, значит, надо вот эту штуку сюда мы сейчас спустим. Поставим лестницу. И вот эту хрень уберем. Я хочу продлить дамбу вот куда-то вот досюда. Может быть... Ну нет, вот, наверное, вот или досюда. В общем, вот так вот уголок еще поставить. И здесь засадить пшеничку. Вот это я уберу. Ну, насосы нам уже не нужны. Кстати, я их помогу, в принципе, и сейчас убрать. Потому что... Потому что... То есть я уже использую вот эти два насоса. Они у нас там работают. И все нормально. Вот. Единственное, вот все никак это не достроит. Ну, я надеюсь, что они этот вопрос решат. Давай еще один насос здесь поставим. И все будет замечательно. Ребят, ну давайте. Все сюда, что ли, уходит. Давай пока уберем. То есть вот за счет того, что у нас здесь вот вода рядом. Вот у нас все замечательно. Поливать ничего нет. Все работает. Все замечательно. И вот этот момент, главное, не забывать, что бобры вообще-то плотина не просто так строит. Ну, давайте досочки сюда принесите, пожалуйста. Возможно, нужно еще одну лесопилку поставить. Очень бы этого не хотелось сделать, но походу придется, да? А вот интересно, если мы эту лесопилку, например... Например... Давай попробуем. Так, вот она, допустим, двойная платформа, потому что он... А, мы не поставим сверху, потому что у нас это стоит. А если мы... Смотри, что я сейчас сделаю. Вот, допустим, ставим вот так. Она у нас 3 на 2, да? Вот так вот. Потом мы берем лесопилку нашу. Вот она. Ставим ее сюда. Ух. Кошмар какой. Ну ладно, ладно. Не суть. Кстати, наши домики, если мы пшеницу, например... Ну, вот убита засуха, понятно. Мы пшеницу сюда перенесем, то можно будет увеличивать количество домиков и вообще здесь ставить еще без каких-либо проблем. Ладно, допустим... А что я хотел-то? Я хотел сделать двухэтажную лесопилку, но это невозможно сделать, потому что я не могу дальше ставить вот эти подъемы. Вот. И под ней особо ничего не построишь. Ну, кроме дорог, вот это все. В этом есть смысл, если дороги прокладывать. Им будет меньше ходить, вот эти все обходы делать. Может быть, мы следующие домики поставим как раз на вот такие штуки. То есть мы вот, допустим, сделаем вот так. Да? Даже, наверное, вот так. Сразу. Вот такую штуку делаем. И, допустим, мы берем жилище. Берем, ну, предположим, что вот эту. Не столь важно. Да? И тут же у нас где-нибудь будет лесенка. Вот и все. И нам, по сути, нужно дорогу провести только вот сюда. Можно и под ними проводить дорогу, и они будут ходить, и им ничего мешать не будет. С одной стороны сжирается место, а с другой стороны... Кстати, вопрос. А какой максимальной высоты у нас может быть здание? Серьезно? Серьезно? Что, никаких ограничений? Нет, вот он, ограничения, походу. Да. Вот. Ж. Другой вопрос, как туда подниматься, потому что у нас есть некоторая проблема с лестницами. Тут лестница крайне неудобная. Хотя... Хотя... А давай попробуем. Допустим, нам нужно подниматься вот сюда, да? Вот мы ставим вот эту штуку. Блин, вот лестница на лестницу, я так понимаю, не ставится же, да? Давай это убираем. Да, лестница на лестницу никак не ставится. То есть, в принципе, вот заход у нас на... На... Какой получается? А, ну, понятно, что... Так. Так. И вот, собственно, понеслось, да? Ну, теоретически... Вот такой нам лестницы. Хватит, чтобы вот сюда захотеть. Ну, выглядит это ужасно, на самом деле. Просто звездец. То есть, я даже не знаю, каким образом сделать вот такую вот туда-обратно. Тебе приятно, чтобы можно было по разным этажам ходить. Хотя... Хотя... Если лестницу отодвинуть, то есть, например, лестницу построить вот здесь вот. Ну, черт узнает. Не знаю. Надо, что называется, посмотреть. Я так вообще без понятия. Как это будет лучше. Вот. Но лесопилка на втором уровне. На самом деле, эта тема хорошая. Потому что мы таким образом сможем под ней поставить дороги. И бобрики смогут не кругами обходить, как сейчас, в общем-то, есть. То есть, чтобы отсюда попасть сюда, ему надо вот такой круг сделать. А так ты все поднял, и все это будет работать, и все это замечательно. Вот. Ну, надо будет попробовать на каком-нибудь новом месте. Ну, вот тут, понятное дело, никак. Вот это у нас строится только на земле. Да вроде нет. То есть, в принципе, вот эту штуку... А смысл только. Только у нас смысла-то никакого не будет, потому что деревья-то под ними не растут. Ну, вот. Поэтому в этом какого-то смысла не будет. Да, вот тут у нас деревья, получается, подсохли. Но мы можем, например, с помощью динамита... Во-первых, вот эту почистить штуку. С помощью динамита вот здесь вот сделать, пробуриться. И тогда у нас тут будет везде водишка. Сделать... У нас вот здесь вот вода спускается. А если мы ее заблокируем? Просто вот если мы ее заблокируем, здесь вот так вот пробурим. То есть, у нас здесь все будет зелененькое постоянно. Да. Мысли, конечно, громадье. Ладно. Давайте, сделайте мне уже лесенку, пожалуйста. Я очень хочу лесенку. А, лесозавод не работает, потому что нет ветра. А эти хреновины не хотят работать. Ну, понятно. Так, что у нас... У нас дофига всего. Я думаю, что мы пока вот эту штуку остановим. Потому что у нас реально до хрена жратовые. Мне еще интересно, а можно ли вот эту фигню опустошить? То есть, вода здесь имеет конечность или она чисто заскриптована? То есть, она вот, допустим, в такой луже находится и все, и ничего с ней не сделает. Или все-таки эта штука тоже куда-то может деться ни с того ни с сего. А еще знаешь, что можно сделать? Слушай. Мысль. Смотри-ка. У нас с вами есть водоотводчик. Водоотводчик. Да? Что если мы с вами этот водоотводчик будем отводить? То есть, сейчас, 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 сейчас я покажу, что хочу сделать. Допустим, у нас есть плотина, да? Мы построим ее вот таким вот образом. Вот так вот у нас будет стоять плотина. На плотине у нас будет стоять, допустим, ну, одно колесо. Не суть, сколько, пусть будет одно. Соответственно, вода у нас уходит вот сюда. Так, где у нас еще плотина? Вот она у нас. Уходит, уходит, все нормально. Точнее, нет. Вот, вот эту штуку надо удалить. Ну, вот это пусть будет. Пусть будет это удаляется. То есть, по сути, у нас здесь течение. Потому что вот отсюда течет и так далее. Но чтобы сюда текло, мы ставим водоотводчик. И при этом ставим еще одну дамбу. То есть, мы ставим дамбу параллельно. Вот так вот. Здесь у нас определенное количество воды. Допустим, вот отсюда у нас вода приходит. Мы вот сюда, в эту дамбу, как раз она у нас и работает. А когда вода заканчивается, да? Мы подключаем водоотводчик, и он с этой дамбы льет сюда, а это сливается сюда. То есть, по кругу гоняем. Вот, вот, что я хочу сделать. Попробовать. Я думаю, что этим надо сейчас и заняться. Потому что, мне кажется, это будет интересно. Другой вопрос, что пока у нас нет воды, с этим есть некоторые проблемы. Значит, нам нужно сделать, получается... А, ну, во-первых, выучить водоотводчик. Да. Избавляется от воды. Вот он от нее из... Ну, по идее, да. Он от нее... Вот он насос, да? И вот он насос, и туда. Но куда она избавляется, и так далее, не очень понятно. То есть... Давай сейчас посмотрим. Давай мы ее построим. Вот, например, у нас вот здесь вот будет вода постоянно. Господи, где ты? Так, да. И вот, собственно... Доски до бревна. Электричество не нужно. Потому что побер будет так и хреначить. Все, водичка у нас, видишь, пошла здесь. Труп тут нету. То есть... Сказать, что у нас... Как его... О, наконец-то стали убирать. Отлично. Что у нас есть возможность куда-то что-то проложить. Нету такого, да? Вода опять, видишь, не дошла. У нас не хватает напора за счет того, что мы перекрыли частично. Это плохо, потому что у нас меньше воды. Ну, то есть, меньше вот этого всего. Можно поставить вот эту оросительную башню, в принципе. Мы сейчас ее изучим. Воды-то на вас в этот момент хватает. Вот. И тогда мы сможем... Тогда мы сможем все это дело построить. Ну, оросить здесь. Сколько там нужно? 200 ровно, да? Ребята, куда вы... А, вот здесь шестеренки, подожди. А куда вы доски киваетесь? Скажите, пожалуйста. Вот у нас уже начала мука фигачиться. Это замечательно. Сюда... А, сюда шестеренки. Ну, давай дальше. Нам на самом деле нужно вот вторую лесопилку поставить. Это было бы на самом деле, наверное, неплохо бы. Вопрос только куда. А что здесь у нас... Ну, придется сюда, наверное, воткнуть. А, стой, подожди. Сюда воткнуть. Это, конечно, я замечательно придумал. А как его подключить-то? Давай вот что посмотрим. Вот он лесозавод, да? Можем ли мы его подключить не сзади, как у нас вот этот подключен, а, например, сбоку? Ну, вроде как да. То есть, в принципе, без разницы, как он будет стоять. Нам главное, чтобы его можно было подключить. Поэтому давай мы его тогда поставим, может, вот здесь. Вот так вот. Пу-пу-пу-пу-пу. Нам, естественно, нужна к нему дорога. Вот так вот. Извините, бобрики, придется под окном вам слушать вот эту непонятную музыку. Менталлическая платформа. Не сразу понял, что это за уголок такой. Неприятный звук, все дела. Так, да. И вот эту бы штуку я снес. Сейчас, правда, тогда будет проблема некоторая, но что поделать. Так. Да. И вот здесь мы на механику ставим. Вот так. И теперь нам нужно приоритеты расставить. Вот этот. И вот этот максимальный. Постройки не хватает рабочих. Серьезно, вы понимаете, что у нас резко стало не хватать рабочих. Хотя вон их трое без работы сидят. Все. У нас пошла еще доски пошли. Что, в общем-то, не может не радовать. Тут у нас давай поставим тоже максимальный приоритет, потому что надо здесь, собственно, сейчас все это достроится и все будет замечательно. Ну вот куда он будет воду откачивать? Вот если бы было бы так, как я бы хотел, вообще было бы идеально. Можно было бы сделать типа вечный двигатель. Потому что, видите, работает вообще на бобриной тяге. Но что-то мне подсказывает, что это абсолютно не так. Так, а что мы за 200 хотели изучить? Ну-ка, напомните-ка мне. А, во-первых, вот это нам нужно. Пункт приема. А за 200 я еще хотел изучить вот эту штуку, растительную башню. Так, куда бы ее воткнуть-то, чтобы у нас было нормально, потому что здесь нам, в общем-то, есть. У нас вот здесь вот не очень большая плата по жидкости. А здесь? А здесь, да, здесь бы я бы может быть и поставил, потому что вот этот маленький кусочек уже не такой уж и важный получается. Только вот тут у нас деревья, блин. Попожди. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. И вот это нам надо. Все, эта фигня у нас пошла. Вода 0 из 15. Че? Куда? Зачем? Как это работает? Ладно, давай тогда ставим, как я и хотел, плотину. Вот только вот как. Наверное, вот досюда мы ее проставим. Мне кажется, это довольно адекватный вариант будет. А, знаешь че? Мне кажется, вот это вот от избавления, это когда у нас затапливает. То есть, если мы ее вот сюда поставим, вот тогда он будет сжираться, а так нет. Да. Жаль, 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 жаль. Давай эту хрень сносим, потому что она нам не нужна. В таком случае тогда будем заниматься чем-нибудь другим. нам нужно, чтобы вот эту штуку достроили. Нам нужно вот эту. О, не, не, не. Уже бревна протаскали. Молодцы. Притащили. Так, и давай здесь мы сделаем дорогу. картошечка пошла, и все у нас пошло здесь. Замечательно. Это уже печется. Замечательно. Жратвы все больше и больше становится. Ягоды, они перестали жрать. Молодцы такие. Правильно, че эти ягоды? Давай вот эту штуку начинайте строить уже, потому что это важно. Хотя вот эту бы, конечно, надо достроить до конца. Не хватает материалов, но тут уж извините. Да. И нам нужно будет поставить какое-нибудь место, где поставить побольше этих ветряков, потому что ветряки нам в конечном итоге пригодятся. Ну, вот, большая мельница. Вопрос, будет она постоянно крутиться? Эта-то нет. А вот эта, она типа большая. Хрен знает. 1400. Досуг. Храм. 300. Нам нужно еще храм где-нибудь поставить. Может, вот тут вот к нем, потому что, а че бы и нет, да? Казалось бы. Так. Вот эту хрень убирайте. Здесь мы досуг и поставим. Было бы неплохо, если вы все-таки вот эту штуку мне достроите. вот так он решил строить. Никак иначе. 246. Здесь 103. Ну, в принципе, нормально. А, все, уже достроили. Ой, какие классненькие бобрики. Можно будет еще вторую бочку сюда выкнуть, чтобы было все нормально. Ну, хотя тут тоже у нас есть бочка. Плюс еще это есть бочка. В общем, воды у нас пока нормально. Вот. Надо было чуть-чуть тукнуть. И все, и нормально. Начали уже достраивать. Так. Храм. Это хорошо. Эту вот фигню, если нам потребуется, мы поставим сюда. У нас тут одна есть. Наверное, дождемся, когда это все вырастет. И мы это дело заберем. Кстати, по поводу о, можно максимально приоритет поставить, чтобы вот эту хрень снесли нафиг. ну и, конечно, здесь ставить вот эти штуки, конечно, ну, такое себе, потому что такой хороший этот. Все, снесли эту шнягу. Давай то же самое вот этот приоритет поставим. Вот это, да? вот это и приоритеты. Все, ребят, давайте там размножайтесь, там чпухайте сделать, что хотите. в чаре. Это очень важно для нас всех. Уже четверо там детишек. Замечательно. Водичка здесь наполнилась, замечательно. Здесь у нас не сильно наполнилась. Здесь у нас еще досок не хватает. Ну, доски это дело наживное. Так, давай деревья может посажаем. Правда, особо-то и нечего сажать. 260 нормально. Давайте, ребята, я верю, что вы достроите все. Вот эту штуку можно удалить. Вот тут можно дорогу, кстати, проложить. Нужно, в принципе, и это собрать железо, и это железо. Это, по-моему, дальше, но его чуть-чуть больше. Вот здесь прям засуха-засуха. Сюда вода не идет. Не то, чтобы это прям надо было бы. Ну, черт, вы знаете. По сути, здесь у нас только деревья, и больше ничем, мы тут даже даже, по-моему, жрачку я готовить не собирался. Где у нас вот эта вот штука, 250, пункт приема? Вот куда его надо ставить вопрос. Ну, давай тут его поставим. Меньше места занимал. Эта постройка не соединена с центром. Нет маршрутов, пункт приема. Эта постройка не с... с каким центром? Вопрос. Дорога есть. Что? Давай снесем. Вот какой тебе имеется в виду центр? Кто мне скажет? А, ну, понятно. Вот это у нас один район. Да? А это у нас другой район. То есть все логично. Нам, чтобы вот эту штуку построить, нам нужно вот с этим разобраться. То есть мы сейчас вот эту хрень уничтожим, чтобы она нам не мешала. И здесь у нас получается пункт приема. Нам нужно их тут наверное два поставить. Один сюда, а другой сюда. Наверное. Хрен его знает. Тут штук пока убираем. И... Все. Вот их две. и пока мои хобби вырубаем. Ну вот как лимитер. А, вот, смотри. Вот это хорошо. Значит, это у нас принимает из других. И теперь нам нужно будет то же самое изучить уже только для распределительного пункта. То есть мы их тоже сюда воткнем, и они будут тут уже между собой как-то тут этого и того. Закинем несколько бобриков и пусть они тут это работают. Хорошая мысль, хорошая. Так, что я хотел? Эту штуку они достроили. В принципе, мы можем взять и вот это снести. Немножко зальет, но что поделать. Не так уж и много воды. С ней ничего особо не будет. и теперь засаживаем пшеном вот таким вот образом. Этих мы включаем. Резко бобров стало меньше. Так, вот эти у нас давай-ка собираете нам все и потом это мы уничтожаем. Нам это уже больше не потребуется. Отлично. Это мы убираем. Будут обе я тоже убрал. Было бы не лишним. С максимальным приоритетом естественно. И все. Этих мы вырубаем и это мы вырубаем. Все. нам это больше не надо. Водичка высохла. Стало больше бобриков. Замечательно. Пошла пшенечка засаживаться. Нам надо наверное знаешь все-таки поставить еще одну еще один фермерский дом. Единственное конечно вот это ощущение о чем. Мы наверное тогда сделаем следующее. Мы здесь поставим штуку чтобы они под ней проходили. А эту мы уничтожим. Вот эту уничтожим и вот эту уничтожим. А им тогда будет некуда ходить. Я тебя понял. Я тебя понял. а как бы так бы сделать чтобы им было куда ходить. Так блин вот это не очень хорошо. В принципе смотри что делаем. Так удаляем в принципе мы делаем следующее. ставим вот эту штуку как в общем-то и хотели первоначально. вот так вот только сначала надо вот эту хрень удалить чтобы наши бобрики отсюда могли уйти. Так вот и поставить максимальный приоритет. После этого мы ставим наши фермерские дома. Вот раз два три ну четвертый у нас уже сюда не влезет. И мы проводим вот эту штуку. Они собственно здесь смогут ходить. А чтобы это вот как бы нам их сюда спускать это вопрос сейчас интерес ну давай мы один кустик наверное уберем тоже очень важный этот бабер заблудился ничего ничего сейчас вот теперь мы здесь поставим вот так вот лесенку и они соответственно тут будут у нас уже шароебица тоже ставим поставим большой приоритет вообще вот здесь нужен большой тут все нужно в большом приоритете делать в обязательном порядке кстати бобры по-моему говорят на каком-то азиатском языке как мне кажется целых 9 без работы ребят понимаете бедняги вообще в целом мы можем им тут поставить эти бобриные колеса вот эти вот чтобы они хоть чем-то занимались типа вот так вот бобры могут бегать сколько они там выдают 50 лошадей нормально при засухе я дал думаю это будет хватать здесь требуется 50 лошадей здесь требуется что-то это но это мы отрубим здесь тоже 50 по идее их двоих вполне себе хватит так 300 да радость тракториста так давай распределительный пункт еблысь ты нахрен а че он такой здоровый по идее я так понимаю что его нужно можно поставить где угодно где было бы удобно вопрос другом где удобно где где это удобно скажите пожалуйста а че он такой по идее было бы так удобно ну че-то его не устраивает электричество ему не нужно ему нужно 8 бобров так чтобы вы знали можно конечно его например поставить вот так да нет нельзя так его ставить не 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 ни в коем случае а как его поставить здесь бы я бы оставил под это делом ну давай здесь его поставим что делать счете надо бревна до доски но кстати не так уж и круто дорого сейчас туда все и безработные повалят лимит распределения в районе район номер один низкий низкий если ресурсы меньше solicit то он не вызовется из района и приоритете для поставок Rendezed 어�اء и приоритете для поставок в район высокий если ресурса больше лимита он не представляется в район о о в район высокий если ресурса больше лимита он не поставляется в район лимит распределения район номер один эти понял район номер два пань а можно переименовать бобру иск господи как еще можно назвать город с бобрами бобру иск а это бобар лэнда вот так вот все очевидно и невероятно начаться добавить маршрут смотри-ка отлично пупу пупу пабру иск низкий 0 понятное дело высокий 100 но высокий 100 на самом деле довольно мало высокий вот этого наверно 200 надо поставить хлеба ты смотри сколько тоже наверно 200 поставим так отлично маршрут будем оттуда таскать например жареные картофель о железные зубы мы с вами сообщество открыли в подачи пункт приема это понятно не очень понятно ну ладно хрен с ним вот чертся сейчас это они тут достроят нам и будем этого и того и суда мы переселим парочку бобров лимит распределения то есть по идее суда будут приносить до отсюда то есть нам нужно будет построить вот вторую такую же хрень только уже здесь плед много места занимает эта хренатей я предполагаю что мы можем ее построить где-нибудь тут вот вот так он встанет сюда посадка деревьев давай вот тут нам березу засади здесь давай нам сосны здесь будет клен нам естественно здесь нужен лесоруб принимать запасы маршрутов нету и так далее давай ставить добавить маршрут вот сюда например морковка некоторые маршруты не работают почему а как это работает хорошо ну допустим этот добавить маршрут хлеб возможно сейчас мы когда район создадим тогда этот вопрос решится пока не очень понятно ой науки смотри сколько у нас ешкин матрешкин давай храм изучаем нужно 120 бревен и 40 досок можно строить только на земле удовлетворяет потребность духовность ну занимайтесь давай попланируем пока я хочу немного попланировать предположим у нас будет еще домики тут стоять да и я их как раз хочу поставить на вот эту вот штуку домик у нас будет ну почему бы и нет да вот так двойной например у нас еще есть такая мини хижина на одного в этом есть кстати некоторый смысл давай двойную хижину посмотрим она такая в двухэтажные получается да я тебя понял значит по идее по идее дальше у нас должно быть например вот так так мы сделаем так вот здесь на понял так вот так далее оставим вот эти двойные хижины почему бы и нет нужно еще выше так вот так например это будет 33 это 6 еще плюс 12 18 18 мест будет ну в целом норм я думаю очень неплохо а потом если нам вдруг захочется да то мы точно так же сверху проводим но нам тоже при потребуется вот эти двойные то есть если мы с вами допустим допустим поставим двойная да нам нужно вот только вот эту удалить удалить хотя это не обязательно так и мы например дальше ставим тройная платформа не а господи пугаешь так допустим так а а а а вот так здесь у нас лестница здесь у нас нет вот это вот а здесь собственно снова лестница здесь опять вот эту двойная да и далее у нас двойная 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 вот и все и вот они вот так вот будут кстати неплохо получается я думал будет хуже с одинарными так не получается потому что между ними между одинарными лестницу не поставить она видите упирается а так будет очень даже неплохо неплохо слушай давай давай тогда мы вот это сейчас все оставим пусть это будет вот так вот мы поставим расставим приоритеты вот это вот самый ненужный момент вот так вот в принципе даже можно вот это выбрать и вот так вот выключить а на этом пожалуй все не забывайте подписываться на канал заходить ко мне в дискорд всем удачи и пока пока